По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, с начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновения. Наибольшая активность российских оккупантов отмечалась на Покровском, Северском и Купинском направлениях. Также украинские воины остановили российские атаки на Краматорском и Приднепровском направлениях. Кроме того, враг начал активнее действовать на Ореховском направлении. Воины Силобороны Украины отмечают, что ситуация на этих направлениях под контролем. Противник несёт огромные потери. Украинские пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области. Видео опубликовано в соцсетях Госпогранслужбы. Бойцы бригады Помста ударили дронами Камикадзе по местам укрытия российских военных. Двумя фугасными снарядами, сброшенными с помощью ударного беспилотника, уничтожили переправу через речку Ольшана, чем усложнили логистику противника. Кроме того, украинские защитники дали отпор российским оккупантам в Волчанске Харьковской области. Видеобой опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и отметил, что все атаки противника на этом направлении остаются безуспешными. Российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников. Но бойцы бригады национальной полиции «Лють» разрушают их планы. Чёткий результат благодаря слаженному взаимодействию операторов БПЛА и штурмовиков полка «Цунами». Продолжаем деноцификацию и демилитаризацию армии захватчиков. Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины в Телеграм. Силы обороны Украины смогли навязать противнику бои в условиях городской застройки. А бои в городской застройке – это бои высокой интенсивности, которые, соответственно, приводят к значительным жертвам среди личного состава, атакующей стороны коэффициент 1 к 5, соответственно, в пользу стороны, которая ведёт характер активной обороны, то есть Силы обороны Украины, это по-волчанску. То есть, ещё раз подчёркиваю, все попытки оккупантов достичь даже тактического характера успеха не дали нежелаемых для российской стороны результатов. Своевременная передислокация оперативных резервов Силы обороны Украины, в том числе главного управления разведки Министерства обороны, позволила стабилизировать ситуацию на данном направлении. Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию Каста-2Е2. Жирную цель, по словам украинских воинов, они обнаружили во время аэроразведки на одном из операционных направлений. Напомним, что эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и на сверхмалых высотах. А в Сумской области бойцы пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили с помощью FPV дронов сразу два российских комплекса дальнего визуального наблюдения «Муром-П». Отмечается, что стоимость одного такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Безусловно, поражает мартиролог российских потерь. Не всегда цифровоспринимается на суд, но когда они будут графики, видные на экранах наших телевизоров или смартфонов, они, безусловно, поражают. Разве чего? Разве каких-то удивительных и странных желаний Владимира Путина покорить непокоренную страну? Очевидно, что мартиролог российских потерь далее будет возрастать. Почему? Поставки вооружения и техники продолжаются, в том числе от наших заокеанских партнеров. А это значит, что возможности у наших артиллерийцев далее будут возрастать. А мы же сами помним, что фактически 90% вражеских потерь – это эффективная работа нашей артиллерии и наших российских. Как сообщили в Генштабе ВСУ, только за последние сутки силы обороны Украины ликвидировали еще 1270 российских солдат. А также уничтожили 14 российских танков, 22 боевые бронированные машины и еще 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 3 средства ПВО. Кроме того, российская армия лишилась 40 своих беспилотников оперативно-тактического уровня и более 70 единиц автомобильной спецтехники.